Можем ли мы его взять на терапию, мы должны его увидеть и посмотреть. Мы должны увидеть все его документы и должны увидеть самого ребёнка. То есть просто так мы не возьмём, мы возьмём только ребёнка, про который мы будем уверены, что да, мы можем ему помочь. Что имелось в виду, когда Есефа сказала, что мы должны его увидеть, чтобы оценить состояние ребёнка и то, сможем ли мы конкретно чем-то помочь. Что значит увидеть? Увидеть это значит не только посмотреть документы, о которых шла речь, не только посмотреть на него визуально, а продиагностировать. То есть его нужно привести к нам на консультацию. Мы тогда посмотрим и скажем, наш это случай или не наш. Если наш, мы так и скажем, обрисуем перспективы, скажем, какие можно иметь ожидания. Если, скажем, ребёнок слишком тяжелый, то мы разведём руками, пожалеем и скажем, что нет, не можем. Продолжение следует... А потом их действует им вrebbe了 inkосредственность и следует оформлении. В этом случае они начинают попробовать об этом окружении. В этом случае, что-то ущерб инкишаф месту, передавит-усяк внуков, терапии с помощью этого э slee�� с ущербом, что-то ущербов окружительный воронинок, нет. Если он может быть определением, как, sweetly у millet, если учитывать их вверху, по닥у учителя, в расчете, вверху явно лучше, вверху, вверху, института, вверху, 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 вверху. Да, конечно, если он, то, что CIPS, то, что у них, это будет, кстати. Важное дополнение, важно понимать, что не во всех случаях мы, осмотрев ребенка, подростка, взрослого, мы имеем возможность сказать, что мы сможем чем-то помочь. Бывают ситуации, когда мы вынуждены сказать, что мы помочь не сможем. Это в очень редких ситуациях, но такое происходит. Например, если у человека есть нескомпенсированная форма эпилепсии, то есть такая форма, которая лекарствами не лечится, лекарства не помогают. Есть приступы эпилепсии, каждый из них разрушает головной мозг. И в таком случае мы не сможем помочь, мы прямо об этом людям говорим. То есть это нескомпенсированная эпилепсия. Обычная эпилепсия, да, у нас много очень пациентов с эпилепсией, которые находятся под лечением лекарственными препаратами. У нас много таких пациентов, то есть эпилепсия не является преградой. Параллельно лечится с лекарствами. Да, да. Особо тяжёлые формы, когда лекарства не помогают, в таких случаях мы тоже помочь не сможем. Потом ещё одна группа заболеваний, когда мы говорим, что мы не можем помочь, это тяжёлая форма психиатрии. У нас нет возможности содержать таких вот, помогать таким людям. Там нужны специальные условия и наркомания. Особенно героиновые, как бы это к нам обращается много взрослых. Это не наш профиль. Это не наш профиль просто. и дарман, она помочь иметь мобильный, потому что эпплипсия, потому что она дарман мудаклина в этом случае. В этом случае, если у вас есть психотрия, психология травмами, психотриг сэстерами, параллельно, и наркоманией, наркотик вязки, Продолжение следует... Продолжение следует...